Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Коротко об основных темах дня. Горячая пора для коммунальщиков. Город готовит к предстоящему отопительному сезону. Отучились на медаль. Губернатор сегодня поздравит лучших выпускников школ. Инженеры рулят. Стандарты WorldSkills внедрят на предприятиях Самарской области. Новая туристическая достопримечательность. Самарские умельцы создают парк развлечений своими руками. Бизнесвумен по имени Жанна в Самаре состоялся предпремьерный показ нового спектакля. В Самарской области могут появиться первые тракторы Кировит с коробкой автомат. Губернатор Николай Меркушкин и директор одного из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники Сергей Серебряков подписали соглашение о сотрудничестве. Губернатор подчеркнул, для сельчан региона очень важно тесное сотрудничество с производителем техники высокого класса. ПТЗ – дочернее предприятие АО «Кировский завод». Единственный в стране производитель мощных колесных сельскохозяйственных тракторов. Визитная карточка завода – трактор «Кировец». Модель постоянно совершенствуется. Только за прошлый год внесено более 300 конструкторских изменений. Мы первый завод в истории России, который в ноябре прошлого года вместе с Минкромторгом торжественно открыл производство автоматизированной трансмиссии. То есть в нашем тракторе больше нет рычагов, есть джойстик и кнопки. Сейчас технологии. Наши. Сами разработали свои? Три года разрабатывали. Сами разработали. Это серьезный шаг, большой, для полного автомата. Запасать тепло на зиму для коммунальщиков – это огромная работа. Специалисты готовят город к предстоящему отопительному сезону. Проверяют дома, проводят профилактику котельных и перекладывают теплосети. Каждую неделю представители городской власти выезжают на место, чтобы проверить, как идет подготовка к зиме. Марина Матвейшина тоже посмотрела, стоит ли самарцам ждать коммунального рая в морозные дни. Теплообменник в котельной разбирают на составные части. Каждую пластину сначала споласкивают водой, потом убирают с них накипь. Пластины теплообменной оборудовательной засыпаны специальной кислотой. После того, как они определенное время полежат здесь, на них отойдет все натрий-кальцевые отложения. После этого их уже промоют чистой водой и будут собирать теплообменное оборудование в рабочем состоянии. Перед началом отопительного сезона котельные проходят планово-предупредительный ремонт. Чтобы зимой жители не остались без тепла, летом все отопительное оборудование проверяют и готовят к работе. Сейчас специалисты закончили промывку теплообменника, который обеспечивает дома горячей водой. В профилактике подвергается вся электрика, газовое оборудование и система холодного водоснабжения. Одновременно с котельными к зиме готовят и дома. По итогам каждый из них получает паспорт готовности к зиме. Ускорите процесс выдачи этих паспортов, район возьмите на контроль. И, соответственно, вам активизируют работу по внесению в систему электронного жопета. Ну, я вот при этом все выяснил. Да, да, соответственно. Поэтому здесь на контроль этот момент берите. Ну, и если вы говорите 63 дома, а прессованно промыто 28, поэтому здесь тоже вам необходимо активизировать работу. К работе в холода готовят и теплосети. Перекладку труб в центральной части города уже завершили. Здесь в первую очередь, чтобы дорожники могли спокойно приступить к ремонту улицы. Сейчас активная работа по перекладке сетей началась в Октябрьском, Промышленном и Кировском районах. На пересечении Солнечной и Димитрово меняют тепломагистраль диаметром 500 миллиметров. Прошедшей зимой на этом участке была авария, из-за чего несколько многоэтажек некоторое время находились без тепла. Кроме того, на этом месте будут строить новую дорогу в направлении к стадиону. Всего в этом году планировали переложить 16 километров теплосетей, что уже вдвое больше, чем в прошлом году. Но в процессе добавляются все новые участки. Сейчас, так как еще проектов точных нету, пока идет согласование с администрацией города, с Минэнерго и с нашим московским руководством в отделении этих средств, то есть там еще дополнительно, я думаю, где-то, наверное, около 7-8 километров допом будет. Поэтому в этом году, если все сложится оптимистично, мы побьем все рекорды перекладок тепловых сетей в городе Самара, которые вообще когда-либо были. Городские власти контролируют все этапы подготовки города к отопительному сезону, чтобы зимой в домах самарцев царили тепло и уют. Марина Матвеевшина, Артем Сулайманов, События. Золото высшей пробы сегодня в Самаре честовали выпускников-отличников. В этом году в регионе рекордный урожай школьных медалей – 1924. Каждый из них получил высшую оценку по всем учебным предметам, но каждый из них смог выбрать любимое занятие, которому собирается посвятить всю жизнь. Олег Зверев тоже пообщался с золотыми выпускниками. Золотая медаль, часы и благодарственное письмо родителям сегодня лучших самарских выпускников чествовали на самой титулованной сцене города. Для них это, пожалуй, наиболее важный день, когда 11-летняя учебная работа получила признание на высоком уровне. Награду вручил губернатор Николай Меркушкин. Григорий Душкин, дневной пансион 84. 100 баллов на ЕГЭ по физике для него не первая победа, хотя одна из главных. Физикой увлекается с детства и после школы собирается идти учиться по техническому профилю. Правда, какой именно университет выбрал, пока не говорит. Плохая примета. А физика это всерьез и надолго. С детства мне это было, в общем-то, интересно. В школу шел, ждал с нетерпением, когда начнется изучение этого предмета. Книжки читал. Физики, лирики, химики и филологи. Медаль открывает перед ними все пути. Золото высшей пробы, их знания, которые они получили в школе. И точно им найдется точка приложения в Самарской области. Учебные заведения города, лидеры в рейтинговых списках России. Впереди только столицы, а опыт приезжает изучать даже ученые из Москвы и Петербурга. Мы очень хотим, чтобы все молодые люди остались у нас в Самарской области. Мы вам гарантируем, что знания, навыки необходимые для работы, жизни, для работы в научной области, исследовательские деятельности. А мы в запасной столице сделаем не хуже, чем в любой, в любой столице. В этом году губерния собрала небывалый золотой урожай. Медали 1924. Это по всем городам и селам. Больше всего отличников в Самаре и для каждого из них важно запомнить тот трепет и волнение, которое они испытывают сегодня, чтобы с таким же ощущением успеха идти по жизни. Это восторг, такие прям необычные эмоции, такое счастье. И сложно было. Мне кажется, даже сложнее было не ЕГЭ писать, а вот идти к золотой медали школьной. Там же все-таки все предметы сдавать. Олег Зверев, Василий Колдашов. События. Экскурсоводы, волонтеры, кондукторы. Английский язык в период подготовки к Мундиалю становится стратегически важным предметом. Масштабная программа обучения реализуется в Самаре. Школьникам преподают краеведение на русском и английском языках. Каждый, кто будет принимать участие в организации игр чемпионата мира, сможет рассказать иностранным гостям о своем городе. Овладеть разговорным английским смогут и те самарцы, которым в силу профессиональных обязанностей приходится общаться с людьми. Для них разработаны специальные программы краткосрочных курсов. За парты садятся специалисты сферы обслуживания, водители автобусов, таксисты и полицейские. Нас просят обучить несколько групп федеральных полицейских. Поэтому мы поделились с Министерством образования. Часть групп взяли они, часть групп взяли мы. И договорились, что на базах наших больших крупных школ с углубленным изучением английского языка по одной группе полицейских мы возьмем, благотворительно обучим. Тема очень важная. Действительно, мы должны подготовить специалистов таким образом, чтобы минимальные языковые барьеры возникали. А лучше только, чтобы их вообще не было. Поэтому есть категории граждан, которые обязаны знать английский язык. Стандарты WorldSkills планируют внедрять на предприятиях Самарской области. Об этом на круглом столе говорили представители Министерства образования и труда и занятости с топ-менеджерами промышленных гигантов и директорами технических учебных заведений. Обсуждали нехватку квалифицированных кадров в сфере промышленности и пытались найти пути решения проблемы. Внедрение регламентов и стандартов WorldSkills будет способствовать повышению уровня профессиональной подготовки молодых специалистов. Кроме того, необходимо развивать систему наставничества на предприятиях, чтобы ребята получали не только теоретические знания, но и практиковались в выбранной профессии. И в первую очередь речь идет, конечно, об инженерных специальностях. WorldSkills, во всяком случае, в нашей стране. Я думаю, что, наверное, это как бы правильно и в этом есть интерес. Это не только профессии, относящиеся к среднему специальному образованию. Достаточно много профессий, особенно те, которые высокотехнологичные, и те, которые мы относим к профессиям будущего, к Future Skills. Это именно профессии, конечно, в большей степени инженерные. Поэтому я думаю, что, например, в этом году на хай-теке будем достаточно много вводить и инженерные специальности. Чудо своими силами в селе Подстепке у города Тольятти появится новый парк с детским городком. От идеи до исполнения все выполняется группой мастеров-единомышленников. Уникальное место готово будет принять около 500 тысяч туристов в год. Как будут связаны земные животные и космические пришельцы, расскажет Андрей Горгуленко, пообщавшийся с народными умельцами. Специалисты по авиастроению говорят, что форма очень хорошая для авиации, для полетов, но под нее нужны специальные двигатели. Их нет в Российской Федерации. Летающая тарелка идеальной формы. Такой проект удалось реализовать мастерам без преувеличений с золотыми руками. Боковые стороны выдерживают любой вес и даже самый сильный ветер, не позволяя тарелке перевернуться. Идея уникального арт-объекта пришла в голову Максиму Мирошниченко всего два месяца назад. Сосновые доски, проводка и обшивка. И вот тарелка почти готова. На вопрос, почему именно НЛО, ответ простой. Самара – авиационный космический центр России, а рядом есть загадочные места. Рядом находятся Жигулевские горы, старейший заповедник Российской Федерации и заповедник Самарская Лука. Эти два места считаются аномальными. Если вы спросите у любого специалиста, который занимается необъяснимыми или непознанными вещами, в том числе и НЛО, они скажут, что на этой территории в десять раз чаще можно встретить непонятные или неопознанные объекты. Тарелка – первый арт-объект новой туристической точки в селе Подстепке около Тольятти. Основной темой станут загадочные истории Самарского края. Здесь будет располагаться музей и уникальные строения. Создатели рассчитывают, что поток туристов-уфологов будет возрастать с каждым годом. Рядом дети смогут поиграть в контактном зоопарке, познакомиться с домашними животными и полюбоваться искусственным водоемом, а также поработать своими руками. Это будет как именно познавательный мир. Ну и тут же при этом маленьком парке мы хотим сделать небольшую маленькую ремесленную школу. Это дети могут с родителями опять же попробовать себя. Что они могут? Что-то отпилить, что-то построгать, что-то сделать. Даже, допустим, подарок маме на день рождения. Это будет довольно-таки очень, наверное, для родителей самый лучший подарок. Главная прелесть будущего парка – он будет бесплатным. Поучаствовать в создании уникального туристического места может каждый. Александр и Максим помощь только приветствуют. А пока все постройки возводят своими силами. Открыть парк планируют к чемпионату мира по футболу. А встречать гостей у входа в будущий парк будут вот эти бетонные львы. На создание каждого из них Александру потребовалось два месяца. Хотя весят они по 6,5 тонн. В длину 4,5 метра и высотой 2,20. Неофициально это самые большие бетонные львы России. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События. Далее коротко о других событиях дня. В Новокубышевской настройке рухнул гусеничный кран. Пострадал рабочий. Очевидцы сняли видео на месте происшествия. Инцидент произошел на улице Свердлова. В результате происшествия рабочий сломал ногу. Его госпитализировали в больнице. Следователи сейчас выясняют обстоятельства ЧП. Апелляция облсуда не стала отменять запрет на госслужбу для экс-депутата Гордумы Самары Сергея Богданова. Напомним, Богданов до апреля 2010 года, работавший гендиректором некогда входившего в группу ВБМ Самарского резервуарного завода, был осужден осенью 2013 года к трем годам колонии. Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями, что повлекло тяжкие последствия. Большую часть своего тюремного срока экс-депутат провел в больнице областного ГУФСИН. Когда срок основного наказания закончился, Богданов решил попробовать избавиться и от дополнительного наказания – трехлетнего запрета на работу в госорганах. Но ему это не удалось. На стадионе «Самара-Арена» начали устанавливать мачты освещения. На данный момент готовы уже две единицы конструкции. Всего их должно быть 14. На объекте работают почти 2000 человек. Четверть из них занимается монтажом металлоконструкции, остальные – на отделке, монолитных работах, устройстве стен и перегородок. Напомним, стадион «Самара-Арена» возводится к предстоящему чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году в 11 городах России, в том числе и в Самаре. В Красноглинском районе построят новый грузовой порт. Региональное министерство транспорта объявило аукцион по поиску подрядчика. Он должен будет провести инженерно-геодезические изыскания, просчитать ущерб водным биологическим ресурсам. Место расположения будущего порта ограничено с запада рекой Волгой, с севера-запада – устьем реки Сок, с севера – индивидуальной частной застройкой, с юга и востока – естественным горным рельефом местности. Общая площадь составит 68 гектаров. Сотрудники Росавиации с воздуха проверили ход строительства второй взлетно-посадочной полосы аэропорта Курумыч в Самаре. Сейчас на объекте трудится 318 человек и 107 единиц техники. Специалисты уже завершили монтажный и пуск наладочной работы. Напомним, что реконструкцию взлетно-посадочной полосы в Курумыче планируют завершить до конца года. На эти работы выделили 12 миллиардов рублей. После введения в эксплуатацию Самарскому аэропорту присвоят третью, самую высокую среди региональных аэропортов, категорию. Аналогичный рамк имеет столичный аэропорт Шереметьево. Это сладкое слово «груша». В Самаре стартовал 44-й фестиваль авторской песни. В этом году исполняется 50 лет подвигу Валерия Грушина, который ценой собственной жизни спас тонущих детей. Люди съезжаются на Мострюковские озера с самого утра. В эти минуты на разных площадках уже идут концерты. Слово Алини Чемерес. Эта песня родилась два года назад на Грушинском. Ее автор Людмила Смирнова на фестиваль приезжает уже больше 20 лет. В своем лагере объединяет людей со всей страны. Говорит, благодаря Грушинскому обрела десятки новых друзей. Кто-то, допустим, из одного города в другой едет мимо Самары, останавливается, общаемся, песни поем. В общем, все хорошо. Вот мы уже договорились в августе поехать вместе отдыхать на природу. Уже с утра, в первый день Грушинского, на фестивальной поляне более 4 тысяч человек. Ставят палатки, готовят еду на костре и, конечно, поют под гитару. Много и тех, кто собирается участвовать в конкурсе авторской песни. На прослушивании выстраивается очередь. Фестиваль вырос в первую очередь духовно. Это семейный праздник. Сюда приезжают люди и за 80, и кому нет года. И они все здесь на поляне живут с семьями, общаются, встречаются, обнимаются, приезжают из разных городов, заранее пишут друг другу письма. Встречаются в этом, ну, таком, наверное, необычном уголке России, нашей Самары, на Волге. 300 часов концертов, три основные сцены, спортивная и детская площадки, программа фестиваля в этом году насыщенная. Свои участия в Грушинском подтвердили и многие именитые исполнители и артисты. Чтобы гостям было проще добраться до фестивальной поляны, ходят дополнительные электрички. Истафету любители авторской песни принимают у участников молодежного форума «Иволга». Много того, что делали на поляне сегодня, для молодежного форума оставляем как в качестве инфраструктуры для Грушинского фестиваля. Я думаю, что это качество бытовых условий, качество размещения служб, оно только улучшает. В прошлом году на Грушинском фестивале побывали свыше 30 тысяч гостей со всей России и из-за рубежа. На этот раз ожидают еще больше. Предположительно, на фестивальной поляне соберутся около 40 тысяч человек. Традиционно Грушинский фестиваль проводится в первые выходные июля, но в следующем году из-за проведения Чемпионата мира по футболу его перенесут. 45-й юбилейный фестиваль авторской песни пройдет с 9 по 12 августа. Алина Чемери, Станислав Левин, События. Доступная среда во всех сферах жизни. Пантусы, таксильная плитка и светофоры со звуковыми сигналами. Далеко не все, что необходимо для создания безбарьерной среды. Координаторы всех партийных проектов «Единая Россия» собрались за круглым столом, чтобы обсудить, как сделать более комфортной жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья. Принципы создания доступной среды будут применять по всем проектам партии, а их в регионе 31, в том числе и в спорте, и в благоустройстве дворов, и в образовании. Среди участников встречи были представители организации инвалидов, которые отметили, что уже заметны значительные перемены. Так, новые здания в Самаре строят в соответствии со всеми стандартами и с пандусами, действительно удобными для людей на инвалидных колясках. Навстречу идут и управляющие компании, которые строят пандусы. Все новеллы в законодательстве есть, параметры проектов всех определены, что должно быть. Мне кажется, есть одно очень слабое звено в межведомственном взаимодействии, для того, чтобы эти проблемы решались. То есть очень важно сейчас установить такую координацию. Говоря о доступной среде, мы подразумеваем не только физические барьеры, наличие порогов, узких дверных проемов, отсутствие пандусов и так далее, но и другие барьеры, и в том числе барьеры при получении образования, при получении различных услуг и медицинских. Особое внимание детям с ограниченными возможностями здоровья и созданию доступной среды в детсадах и школах. Сегодня в регионе уже почти 70% сайтов школ приспособлены для слабовидящих людей. К тому же отдельное внимание разработки плана действий на предстоящие десятилетия детства, объявленные в России указом президента. Кроме того, благодарственные письма получили самые активные участники форума приемных семей в Самаре. В их числе Инесса Панченко, автор и ведущая программы «Право на маму» на телеканале «Самара ГИС». На форуме отметили и пятилетие проекта, который помог найти семьи более сотни детей-сирот. Бизнесвумен по имени Жанна в Самарском театре драмы зрители порадовали новым спектаклем. Современная пьеса Ярослава Пулинович «Жанна» – это история о сильной женщине с непростой судьбой, о любви и предательстве. Премьера назначена на 29 и 30 июня. И под занавес уходящего сезона на предпремьерном показе побывала Марианна Мирная. Она сильная и настоящая, всего добилась в жизни сама. Заслуженная артистка России Елена Лазарева. Она же бизнесвумен из пьесы молодого автора Ярослава Пулинович «Жанна». Режиссер спектакля – тоже молодая выпускница из Петербурга. Мария Селедец – одним словом, это совершенно женский взгляд на извечные вопросы, кто виноват и что делать. К сожалению, о том, что такое счастье, человек понимает тогда, когда все почти теряет. И то, что ненависть и несть не являются определяющим в нашей жизни. И даже если ты богатый, можешь купить, как тебе кажется, все, к сожалению, ты никогда не купишь любовь, понимание и какие-то такие вещи, которым героиня, наверное, мы ставим многоточие, приходит в конце спектакля. Актеру Денису Евневичу роль молодого любовника, главной героини давалась непросто, можно сказать, на преодоление. С самим собой ни одной общей черты, говорит Денис. Тем сложнее было оправдать и тем более полюбить своего персонажа, который вовсе не герой нашего времени. Я пока не нашел для себя ответа на вопрос, кто же сегодняшний герой. Психотип сегодняшний определенный очень четко. Это, я говорю, инфантильный такой человек, который плывет по течению. Но, говорю, для меня это не герой. Новая драма порой тяжело дается актерам, которые большую часть жизни привыкли играть классику. Черноту и негатив современной драматургии они сами пытаются переработать так, чтобы дать зрителю надежду на светлое будущее. Вот так через тернии к звездам, говорит актер Виктор Мирный и шутит. Спектакль ставить, что клюкву собирать. Мы когда-нибудь клюкву в Карелии собирали, там ведь клюква, и вот там особым сачком собирают, и по кочкам, по вот этим, вот они такие болотные кочки, и вот по ним так оп-оп-оп, и вот, ну или как по тонкому льду, можно иначе выразиться. Но где-то так, ну вот, находим точки соприкосновения. И смех, и слезы, и любовь, как в настоящей жизни, в героях спектакля Жанна легко можно узнать соседа, друга или родственника, а может и себя. И несмотря на неопределенную концовку спектакля, мораль проста. Как ни крути, завтра будет новый день. Мариана Мирная, Константин Головин, События. Профессиональные клубы по игровым видам спорта готовятся к новому сезону. Если футболисты уже прошли тренировочный лагерь, то хоккеисты только готовятся вернуть себе игровые кондиции. С подробностями Сергей Кизоркин. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Еще одним дворцом спорта в Самаре станет больше. Тольяттинская Лада готовится к новому сезону в континентальной хоккейной лиге. Самарские крылья советов завершили победой за рубежный тренировочный сбор. Крылья советов разгромили клуб Чукарички из Белгорода со счетом 5-1. В заключительном контрольном матче учебно-тренировочного сбора в Сербии у самарских футболистов получалось буквально все. И как результат фейерверк голов. Отличились Башкиров, Самозин, Голышев, Яченко и Кудряшов. В Самару команда приедет 3 июля в понедельник, а первый матч в футбольной национальной лиге крылья советов сыграют с лучом энергии из Владивостока 8 июля в субботу на Металлурге. Хоккейная Лада ищет пятого легионера. По регламенту континентальной хоккейной лиги именно столько иностранцев могут играть в российских клубах. Генеральный директор команды Владимир Вдовин прокомментировал селекцию в межсезонье следующим образом. Цитата. «Мы каждый год пытаемся создать сильную легионерскую линию. Будет ли текущее самое сильное после возвращения из высшей хоккейной лиги, покажет только сезон. Команда собирается 3 и 4 июля, потом через две недели уезжаем в Латвию на сбор, потом играем на Кубке Республики Башкортостан». Первый матч чемпионата КХЛ Алладес играет в Тольятти. В Южном городе построят физкультурно-оздоровительный комплекс. Он обойдется областной казне в 361 миллион рублей. Стройка стартует в этом году, а финиширует осенью 2018-го. Помимо хоккейной площадки в здании будет работать универсальный спортзал. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы! На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго и удачи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!